У Челябинской области появится свой фотоальбом. Лучшие снимки в один сборник объединили в Государственном музее Южного Урала. Презентация альбома прошла в преддверии дня рождения области. Каким тиражом издали сборник и какие редкие снимки в него вошли, Денис Киселев знает. Вечерний снимок. Я долго ходил вокруг этих курантов, вот, в Маитогорске. Это три года куранты, вот, вот, да. И что-то, все-таки никак не совпадало. А тут вот в последний момент я подошел, как раз, вот, водичка как надо была, с волнами чуть-чуть. И даже цвет неба оказался удачным. Фотография Биг Бен Магнитогорска Анатолию Шлепову удалась не сразу. Перед финальным кадром был еще с десяток черновых. В своем творчестве автор перфекционист и даже старается следовать особой теории. Я как бы фотограф, который, у которой концепция делает нужные фотографии, которые кому-то нужны. Не то, что я там, вот, сделаю фотографию для себя, там, показываю. Надо фотографии делать, которые куда-то можно применить. Снимки автора вошли в сборник «Южный Урал. Лучшие фотографии». Один из них – ночное движение. На центральной улице Магнитогорска небольшой поток машин. Кадр фотограф выстроил так, что авто, кажется, идут на взлет по дороге. Всего в сборник вошло около 300 снимков разных авторов. Основной темой стала природа Челябинской области. Здесь изображена, так сказать, не только природа, а скорее человек и природа. Там есть разделы «Чистая природа». То есть тем, чем мы гордимся, и то, чем мы гордимся, да, это, так сказать, вот каждый, я не знаю, там, один из десяти, может, назовет что-то другое. В сборник вошли самые разные фотографии. Одна из них – прыжок в радугу. На фоне разноцветных лучей джамперы взлетают в небеса. Выпустили альбом к 86-летию Челябинской области. Тираж всего тысячи экземпляров. Купить в магазине сборник не получится. Его подарят южноуральским фотографам, культурным деятелям и иностранным делегациям. В 2020 году в Челябинской области планируется очень много мероприятий. Значит, это и мероприятия, прирученные к Шоссу и Бриксу, это и культурные, и спортивные события. Конечно, к нам очень много гостей приедет. И это будет великолепным подарком для тех людей, которые к нам приедут с разных стран, с разных уголков мира. И мы надеемся, что этот альбом разойдется по всему миру. А уже в мае этого года в Челябинске пройдет Кубок мира по фотографии. Участие в нем примут 80 стран. Темой состязания станет природа. Возможно, новые снимки после войдут в альбом Челябинской области. Денис Киселев, Георгий Крысанков, ОТВ. Продолжение следует...